Твоим имя Отца и Сына и Святого Духа. Книга пророка Исаии, 52 глава, 7 стих. Как прекрасный на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сеону, воцарился Бог твой. Значит, слова за 700 почти лет сказаны были пророкам, из всех пророков, которого называет ветхозаветний евангелист. Он видел, как бы, стоя около Голгофа, изъязвлен был до грехи наши, мучим за беззаконие наши, ранами его мы исцелились, мы ставили ни во что. Лик обезображен пащей лика человеческого. И вот он говорит, вдруг сразу, песня начинается, восхваляет ноги. Еще раз прочитаем. Как прекрасный на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сеону, воцарился Бог твой. Воцарился Господь Бог наш, Спаситель Христос. На горах. Да с больными ногами какие города? Ты к сараю-то на дырами и исходишь. А тут на горах. Когда мы по Европе путешествовали, и ехали по Греции, и там город Салунь, это Фессалунька. И холмы как идут. Ну я представлял, Павел Табыл, как он шел здесь. Сейчас в двух сериях, видимо, фильм поставили, документальный. Автор фильма. И озвучивает его. Митрополит Иларион Алфеев. Первый, сказать, правая рука патриарха Кирилла. Он сразу меняет мнение о себе. Никаких артистов нет. Прямо в этом городе идет. Вот здесь это было, там таблица. Здесь он проповедовал в Ариападе. Там-то шел и показывает, человек идет. Он идет с ними. Кто-то снимает высокого качества фильм. Советую посмотреть. Так и называется. Апостол Павел. Где он прошел? Все путешествия. Где останавливался? Где его били? Где он прощался? Где склонялся? Работа огромная проведена. Уж от кого, от кого. От него даже, кажется, и ожидать не надо. Занимается большими делами, поврежден, сношением. Все время занят. Он композитор прекрасный. Талант у него огромный просто. Но тут превзошел всех. Запомните. У кого нет возможности, кому-то попроситесь и посмотрите. Картина живет. Ноги. Главное, что распространяет благую весть всюду. Проповедовать можно на одном месте, а для своих. А чтобы другие слышали, надо идти. Я стал сразу, смотря туда, смотреть, а сколько же я прошел. Когда я типографию брал, газеты, потеряевки отдаю, которые, я их на себе носил. Я прошел 3300 километров. Я замерил до дома, сколько до типографии. И год за годом ходил. Это чуть подальше Москвы, откуда пешком прошел. А благовестие в это время было, ну, может быть, километр один. И именно об этом. Там директору зашел и поговорил, который брата нашего знает. И все. Ноги должны быть. С больными ногами, куда ты пойдешь? А самые больные ноги у кого? У священников. Профессиональная болезнь, вена и прочее. От чего? От стояния. Не просто болят ноги, а как Семен Столпник. Он на столпе стоял-то. Нога гниет, и черви вываливаются. Ну, а дальше написали, что кто еще брал черви, они превратились там в золотые монеты. Ну, это за пределом проверки. Но может и такое быть. И вдруг мы узнаем, рождается человек в больнице. Он пришел в коридоре, отец стоит. Хирург вышел и говорит, извините, неудобно говорить. Сына руки нету. Без руки. Он еще и в гортвом арк не упал. А когда прошло время, ребенок родился, у него второй руки нету, и обоих ног нету. И вы знаете, о ком я говорю. Взялся проповедником на весь мир. Ник выщищ. Можете даже не думать. Не православный. Не православный. А серб. Православная страна. А почему? А там некому было ходить и проповедовать. У нас, если немного что-то болит, у него с одним костырем около Покровского собора. Все в воду в коляске его прикатят. Ну, рядом баночка. Он дает. Ему дают что-то где-то. Здесь он дает. Речь идет о сотнях миллионов с кем встретился. С президентами стран. С Папой Римским. И везде свидетельствуют. Кто его проповедь слышал, то скажет. У него чисто по Евангелию проповедь идет. А он мог быть православным, если наши-то люди пришли бы туда. Я в Америке был. Сербы есть. Они восприимчивые. Хорошие люди. Это православная страна. И где проповедник большой есть. Кто самый главный? Вилли Грейм. Его Грехом по-разному называют. Кто? Баптист. Он, правда, из пятидесятника. Я первый, который услышал. Который по всему миру проповедовал по радио. Ярл Николаевич Пейсти. Баптист. Пятидесятник он. Почему? Наших-то нигде нету. А их нету. Они стоят в алтарях. Они карауляют стены. Ян Златоуст говорит так. Если вы не понесете слово, которое я говорю, я ничего не успею. Несите все. И как образец этого мы считаем деяния апостолов. Восьмая глава, четвертый стих. Гонение было страшное. Намертво наказывали. Не проповедовали. Били апостолов. Которым мы к иконам-то боимся прикоснуться. Их били. И они говорили, кого больше слушать? Бога без человека. И они были самые сильные. Остались в Иерусалиме. А остальных разогнали. Это разбросали костер. И говорится, рассеявшиеся ходили и благовествовали. Малые дети. Может быть, даже до школьного возраста. Они работают. Здесь учительницы жалуются. Прислали какого-то мальчишку. Ну, взяли нормальный парень. А он, оказывается, сектант. Баптист. Он с учеником свидетельствует. Учительница говорит. Православная научилась. Пятерышня состала единицы получать. Мать забеспокоилась. Пошла. Она говорит, стихотворение не рассказывает. Она спрашивает. Доченька, ты стихотворение учила? Учила. А почему не рассказываешь? Оно неправильно написано. Как неправильно? Там написано. Лампочка и леща. И леща. Она говорит. Бог сотворил электричество дал. А ну, расскажи мне. Она рассказала. Какую оценку ставить ей теперь? Теперь эти все единицы надо убирать? Ее проповедь не приняли. Он один мальчишка этот буквально в школу всю сбулгачил. Как так? Мы учим их пионеру-комсомолу, а он говорит, что суд божий будет, и надо жить по божьим заповедям. Не православные. Я могу долго перечислять людей, которых я очень хорошо изучал, с ними как бы был рядом. Ну и лично встречался. Итак, рассеявшиеся ходили. Их разогнали. Ну, спрятаться надо. У знакомых где-то по гонению. Нет. Ходили и благовествовали. Есть же тех святых, где маленькие дети. Научные, православные стоят. Видимо, они близнецы рядом. Их имена, все указано. Идет господин, у которого они в рабах. Рабовладельческий строй был. А вот хозяин-то наш, Катул, идет. Он неверующий. Да, неверующий. Брат, а тебе не кажется, что вот его имение где? Это ад настоящий. А он как сатана. И он идет. Они ему. Здравствуй, хозяин. Что? Ты хозяин только над телами, а души ты наши не тронул. Бог будет судить тебя, что неправильно обращаешься. А слуга говорит, да это христиане. Как христиане? Да я же им, когда жертву обувают там, идольская, я им приношу. Так они, говорю, собакам бросают. Жертву-то твою, идольскую-то, священную. Ну и чем кончилось? Казнили всех, конечно. Дети малые вывели родителей. У Вавилы было три ученика, епископа. Их арестовали когда, и били всех. А когда? Да сколько кому лет, столько дай плетей ему. Так они, говорит, еще и вздыхали. Почему мне не больше лет? Я больше за Христа пострадал. Так ли наши дети ведут? Вот мне 12 лет, он говорит, один. Мне 12 плетей дали. Больно, но за Христа. А другой, ну, только 8 лет. Ну, ты меньше меня, значит. Почему же мне не столько-то дали? Это ревность, которая сейчас мы проверим, откуда она пришла. То, что не сидели дома. Благовествовали. Итак, римлянам. Десятая глава, пятый стих. Апостол Павел спустя 700 лет считает в свитках разворачивания. Не книгами были, а как вот обои наворачиваются с одной катушки на другую. И он считает нам, Павел. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори сердце твоим, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Так, все, брат, 15 стих. Праведность мы увидели, откуда идет теперь. И как проповедовать, если они будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Сходятся? Копируют. Значит, нужно знать и Ветхий Завет, и Новый Безет прославляется. Ноги прекрасные. Ну, у нас, если по ногам, то определять могут в совсем другом плане. Вот у ней ножки такие там. Да все это прах. И все это служит для чего-то. Не для этого. Мы считаем песни песней семь-два. Песней много. Но есть одна песня. Песня всем песням. Есть молитв много, но молитва-молитва очень наша. И Господь господствующий. И здесь песня песней, из нее мы берем. Это речь идет о нас. О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, череменитые. Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Описание церкви, описание верующей души, прекрасные ноги. А нас ведь и сказать нельзя так, если мы сидим. Вот мы проехали, как теперь подсчитано, 120 тысяч километров. Ну, ехать-то можно. Это же ехать. Ехать на самолете летели, там, на воде плыли. А пешком пойти, сколько ты пройдешь? А ведь путешествие апостола Павла. Может быть, осел какой-то был, кто-то подъезжал. Ну, пешком в основном ходили-то. Да и обувь такой не было-то, деревянные башмаки. Как они неудобно. Они же не сгибаются. И ходили от города к городу. Специально вылавливали их. Ничего не получалось. Мы знаем, как... Ну, ехал Саву, может быть, на коне. И когда он обратился к Богу, приближаясь к Дамаску, он нес страх. Все попрятались. Выйти некуда. А придет время, и апостол будет он. Господь найдет его. Через что? То, что ему возвестил сам Господь. Пришел к нему Господь. А дальше придет к нему епископ, который будет крестить Анания и возвестить ему, что тебя Бог принял. И ты понесешь благую весть до краев земли. Христос, когда прощался с учениками, самый последний наказ его, мы считаем, Евангелие от Мофея, 28 глава. С 18 по 20 стих. Последний наказ его, который касается и нас. Не так, что это апостолов касается, а мы к ним относимся. И приблизившись Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святаго Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. С вами, а впереди. Если у нас написано, кровь Иисуса Христа исчищает нас от всякого греха, 1 Иоанн 1,7, то впереди два условия. Если ходим во свете, как Он во свете, Бог. И сразу остановишься, а свет ли это? Сколько лет с закрытыми глазами проводим? Сколько часов каждой сутки отдаем постели? А второе, и имеем общение друг с другом. Не так, что стояли здесь искали, ни на собрании, нигде нет, ни нужды не знают люди, ничего нет. Условия определенные. Евангелист Марк заканчивает 16 главой, 15 стихом. Точно так же. Идите всему миру и проповедуйте всякой твари. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Это последний наказ. Как мы его выполняем? Патриарх его выполняет? Епископы, священники? Какие? Сколько порицаний? Какие машины? Настоятельница монастыря. Автомобиль за 6 миллионов. Зачем он? А сегодня тыщут яхты. Ну, чьи яхты-то? Патриарши, там трехэтажные особняки. Нам это надо. А мы-то рядовые, и мы должны это терпеть. У меня нету. Это твой начальник. И мы должны молиться о них, чтобы Господь ноги сделал прекрасными. Чтобы они шли благовествовать. А благовестие, это значит, ты должен знать Священное Писание. И нести любовь Божию. Провозвещая. Ой, горе какое. Тут Антихрист рядом. А Христос грядет. А что он будет? Это события, которые должны произойти здесь. Деяние. 13 глава. 2-й, 4-й стих. Я считаю, что мы ничего не проигрываем, что мы двое здесь. Вы видите Библию. Она листается. Проверка на 100% точная. Я мог перепечатывать на проповедь. Или говоря на память. Ошибись. Здесь дословно. Деяние 13, 24. Когда они служили Господу и постелись, Дух Святый сказал. Отделите мне варнаву и салва на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Все их, посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. Отлетитесь от домашних дел, от всего. О нас будет сказано на суде Божьем, что я вам говорил. И они не пошли бы. Ему явно было. И Бог отделил их. Кто-то в одном месте. Апостолы разлетелись по всем странам. На похороны Божьей Матери они на облаках считаются, говорится, прилетели. Как это было, я не знаю. Но здесь, как говорится, определенно и четко идти, не стоять, благовествовать. Знаете, везде есть какие-то люди, которые пример являются. Почему сейчас-то было Зоя Космодемянская, Александр Матросов. Почему у нас православных-то никого нет? Почему не показать тех, которые все положили на алтарь благовестия? Мы считаем, это главный эпиграф к житиям святых, взят стих. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взярай на кончину из жизни их подражайте вере их. У нас, ну любого возьми кто, даже святые, благовестников-то по пальцам пересчитать можно. У русских это Степан Пермский, всему Зарянскому народу проповедовал. Николай Японский, Касаткин, Иннокентий Вениаминов, Иннокентий, митрополит. Он орвался, ну куда поедешь, семья, жена, дети. Раз, жена умирает, детей нет. И теперь пошел, и стал митрополит, потом будет митрополит московский. Весь север, все народы. И когда его везли на нартах, вот там привязывали, чтобы он не выпал, на собачек-то перемотан. Я говорю, как мумия какая. И речь идет о тысячах километров на севере. И он показывает, как люди там сразу переводить надо. Он изучал языки тех народов. Я даже не знал, какой народ сейчас калоши. Я знал, на ноги набивают калоши. А это нация. И он на их языке богослужения, Евангелие переводил. Какие таланты были. И дальше Николай Японский, Касаткин. С каким трудом шел перевод. Сначала на китайский переводили, а потом на японский. Прямо нельзя было даже сказать. Ну северным народом. Хлеб наш, насущий. Какой хлеб, они его не видели никогда. Но решили перевести и укола, сушеная рыба. Вот так или не так, я не могу сказать. Но это троженики были. Вот, на пяти пальцах пересчитать. А где остальные? Вы остальных хотите видеть? Я бы не видел, если не фильм. Показывает про адвентистов седьмого дня. Ну хорошие. Мы можем брать от людей, от других-то. Посмотрите, как мусульмане. Как они одеваются. Как они заботятся. Сто процентная сохранность девственности до брачной ночи. Сто процентная. Почему ей смерть грозит? А на Ветхом Завете такая же смерть грозила. Побить камнями. А если дочь священника? Живем, приведя к дому. Почему? Ян Золотовуз говорит, строже наказание, потому что строже должно было воспитание быть. И когда мы начинаем вникать в священное писание, мы просто ужаснемся. Вот адвентисты седьмого дня, еретики, по всем статьям. Но у них правила. Жениться. Вот она замуж выходит. Она, гляжу, больше ни разу не пришла, не просила. Замуж вышла. А у них дисциплина. Они тоже в государстве живут. И обязаны соблюдать законы. Но закон божественный в него вталкивается буквально с детства. Он приходит, кто их называется, старший, там пресс-фитер, генерал или как. Я вот девушка тут своя. Ну а ты порядки наши знаешь? Да, я знаю. Ну готов, готов. Экзамен тебе будет перед свадьбой. Ну какой можно? Тут у нас острова есть. И там мало. Два человека обратились. На остров. Там где-то. На Гаити. И два года. После двух лет придешь, покажешь, сколько людей обратилось. И фильм такой поставленный. Очень трогательный. Вы знаете, есть веры такие, которые христианские, как бы. Но они запрещены. Запрещаются свидетели Югова. Приняли закон. 470 у них было дворцов. Дворцы называются не из порта, а зал царствия. Все отняли. А когда их обвиняли, что они неправильно там что-то делают-то, они не заметили, которые были в спецназ. И что им подкладывали. А в это время наружное наблюдение все показывало. Они открывали в тумбочке и положили там, где молятся-то. Ну и говорят, ну вот же вот. Видите, через забор перелезли. Замки сорвали. А теперь положили. Ну и все это обнаружилось. Приняли, однако, закон. Вне закона они перестали, может, ходить. Нет. У них главное от двери к двери. Если это начальники их, ну, по-своему у нас, допустим, батюшка, а у них так. Каждый месяц он должен посетить минимум 70 дворов. 70 раз. И как это у нас? Да во всей России нигде этого нету. Ты одного посетил за месяц? За год. Кому ходила в гости? А я говорю, да кого ходить? 84 года. А у меня, говорит, внучка, она хорошо видит. У меня деревня слабая. И она идет, бабка, от двери к двери. Наткнулась на меня. И она мне сразу началась свидетельствовать. А я ей сказал, что я знаю. Кристину и православию книгу даже выслал. Те забеспокоились сразу. Сожги. А она пишет письмо. Вторую группу по глазам. И пишет. В одном письме не меньше 50 раз делает ссылку на Библию. Кто из вас это сделает? Понимаете? Перед ними мы-то ведь никто. Я и стал спрашивать. Баба Матрена, а как ты обратилась? К этому. Как? Я с детства Бога любила. В храм ходила. Ну так и ходила бы. Нет. Я любила Евангелие считать. Считать-то считала, а не понимала. Я к батюшке. Отец Елеферий. Как это понимать? Ну ты же ходишь в храм. Хожу. Причащаешься. Да я причащаюсь каждую неделю. Ну что тебе еще надо-то? Евангелие в церкви, в алтаре считается. Зачем ты? Ой-ой-ой. А тут дверь стущает. Звонок. Она вышла. Две прекрасные девицы стоят. Мы Евангелие изучаем. Вы не хотели бы... Я вас столько лет ждала. Вы понимаете дальше, что иконы дало и сожгли. Ее батюшка встречает через год. А что ж тебя в церкви не дает? Батюшка, я ушел. А ты мне не мог еще не сказать? А люди-то хорошие. Где я сейчас нахожусь? Да еретики это проклятые. Батюшка. Да хорошие же люди. Они мне Евангелие все разъяснили. А ты ничего не хотел. Дальше Бог разберется. Я знаю людей, которые знают. Заслуженный артист СССР, певец, богачок Юрий. Он никому не нужен запился. Два молодых человека подошли, привели в собрание. И дальше уже понятно, кто он будет. И теперь по всему миру он поет. Он не будет ныкать. Ны-ны, он поет. Знаете, баптистом стал. Знаете, о ком говорю. Я хочу, чтобы мы увидели. Мы везде, везде упустили. Нам рта раскрыть не дают они. Почему вы тогда ко мне не пришли? А сейчас, когда я стал верующим, идете. Деяние апостола 22-21. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. У нас освященных уверовал, ну, бывают такие, коммунистов. В Кабнина-Абби парторг, бывший, ну, партийный организатор. И что умер, еще. А как, кто знал, в больнице был. А там кто? Там больной поп лежал. А тут перестройка. Я к примеру говорю. Город не надо буквально понимать. Хотя там такой же случай есть. Ну, и батюшка сказал. Как ты? Да никак, говорит. Закрыто предприятие. Иди в попы, священники. Там есть еще не надо отвечать. И заработа хорошая. Да и хлеба все приносят на столах. Так я стал. Я убировал. Все. Просто и понятно. Лежу главный враг православия верующих. Никто-то, бывший фронтовик, недавно только умер. У нашей сестры, он по соседству жил где-то. Стоит в храме. Во время великого поста, я лежу в полномочии по религиозному культу. Он душил нас. К больным не разреша в дом инвалидов пойти. Стоит. Я спрашиваю, Александр, а как ты здесь? Ну, хожу я верующий. Так ты же огнал храм и закрывал. Нет. Я открывал. А где ты открывал их? Когда мы пришли просить от дома инвалидов, еще нам сказали. Ты сказал, можно было. Но когда узнал, у меня жена была там. И когда сказала, что от меня, так он там забегал, не знаю как. Да никогда не дадим. Умерли люди непрещащенные. Я говорю, а сейчас пост идет. Ты ешь что-то мало? Ну, курочка. Да кто же сейчас решил великий пост? Батюшка, отец мой, помнишь? То есть они создали для себя свое. Если мы верующие, мы великий пост. Ну, понятно, никому, ни больным, ни умирающим не разрешается. Они создали свою религию. И теперь туда так легко войти, никого не спрашивают, кто ты такой. Вот свидетели Его, это не кто-то, а главный, как это стектовед Дворкин об этом говорит. Самое быстро распространяющееся. Давно ли было, считалось там 70 миллионов сектантов? Сектантов сегодня 666. По цифру подошло уже, вплотную. А православных только уменьшается. А с чего оно верует-то? А того, что ты там стоял, за дубовыми дверями, за стены скрылись. Мы прочитаем Слово Божие. Оно нам подскажет. Деяние 9.15. Как Господь посылает. Расслышать этот голос. Откликнуть. Но Господь сказал ему, иди. Ибо он и есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать именно ее пред народами и царями и сынами израилевыми. Это уже заложено. Почему в нас это не заложено? Ты когда обратился? Когда скрылся, просидел здесь, ушел дома. Тихий, спокойный человек. Знаете, он подошел однажды и говорит, а вот тебе твое. Я знал, ты жестокий человек. Он не потерял, завернулся. Не заржавил. Может быть, салапаном и вернул. Не только в платок завернул. А кончилось чем? По рукам и ногам свяжите. Ноги не ходили, они тебе не нужны. Руки твои не приветствовали братьев своих. Они не творили милость. Они тебе не нужны. Свяжите. То есть деятельность прекратилась. Ефесянам 2.17. И придя, благовествовал мир вам дальним и близким. Чтобы идти, значит, он должен был идти и благовествовать. Ефесянам 3.8. Мне наименьшему из всех святых дана благодать, и я благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Вот мы когда поем здесь, блаженный нищий духом и дальше. Ну, просто блаженный, следующее блаженство. Награды никакой, как будто не обещанной. И за последнюю награду, велика ваша награда на небесах. Когда вы гнать поносите. А за что гнали-то? За проповедь. Мне следователь говорит, чего вам не хватает? Это Зоя Карахмальникова. У меня бабушка ходит в церковь, никому она не мешает. Что вам надо? Зачем вы лезете? Всем говорите о Боге. Вот и все. Сиди спокойно, тебя не арестовывать не будут. Вот и все. У нас другой путь. Путь скорби и великая награда. Надо реально это представлять. Когда будут гнать и злословить вас за имя мое. За имя. Не то, что соседом поспорил. 6.15. 6.14.18. Итак. Она раскрытая Библия. Закрыл ее. Можно одной рукой держать. Я уже сам доходил до этого. Почему она? Ну, надо руками держать. Когда одна рука может удержать Библию. Евангелие. Получили радостное известие. К нам приезжал человек, потеряевку. И вот он там добивается. Хороший человек. Везде ходатайствует. Нужен был патриарху отнеси. Письмо отнес. Открывает машину. 10 тысяч Евангелий получил. Вот эти красные которые. И открывает машину. Лицо просто сияет. Раб Божий Николай был здесь. Вот насчет его. У нас был первый раз не являдится с нашим батюшкой. Крестить он его не стал. А почему? А он ему сказал. Мне сказал батюшка, что меня крестили в полное погружение. Я говорю, какие доказательства? Никаких. Я говорю, батюшка пришел. Я никогда тащил никогда. Тут я два раза подходил. И батюшка ни в какую не стал. Я говорю, Николай, ты поезжай. Ему сказали, а священник знакомый. А теперь найди того, кто. Он нашел его. А когда ты крестился тогда? Купельный через 4 года как построили. Значит, никакого погружения не было. На 100% проиграно. Да ладно, он живой, да еще так старается. Видите, он как раз получил Евангелие раскрытое. Там радости столько. Надо до конца узнавать. Ник крещен. 6-й Вселенский собор. 84-е правило. Если нет достоверных свидетелей. Немало не сомневаюсь. Прими полное крещение. Как положено. Исайя. 40-я глава. Дерятый стих. Снова к Исайе зайдем в гости. Вот Господь Бог грядет силою и мышцы его со властью. Вот награды его с ним. И воздаяние его пред лицем его. Он придет и доходит до двери каждого человека. Все стою в двери и стучу. И кто услышит и отворит. Войду к нему и буду вещарять с ним и он со мною. Господь стоит у сердца каждого. И картина такая бывает изображена сущий. И кто-то говорит, а ручки нету. Говорит, а ручки с той стороны открываются. С этой стороны нету. Господь иногда бывает. Дергай дверь. Это уже конец. Тело разрушилось. Дверь разломана. Все. Он вошел. Но только уже на том свете. 61 глава 1 стих. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. И проповедовать пленным освобождение. И узникам открытия темницы. Нас не касается это. Помазан. Чем? На что? Ну, кищать дары Духа здесь все. Кищать дары Духа здесь все. Защищение их мажет. Я говорю, ты смотри, мажешь. Коп, тумажешь, женщина. Ты не ребенка, а я ничего. Я ходил даже жалостно архиерея на одного священника. Кажется, 25 человек. Он за 10 минут всех покрестил. Ни одного-то с них крестил. Я ему говорю, батюшка, что ж ты делаешь? Ведь люди ничего не знают. Ты еще не успел. Я говорю, да я не крещу никого. Я просто видел, стоял в храме. Город в пользе. Я архиерею буду жаловаться. Он у меня кулаком вот так вот шутят. Бросит, пойдем в ресторан вместе со мной. Еще я пойду туда. Отец Борис, мне там делать нечего. Я архиерею когда сказал, не я сказал, брат поехал. А я на бумаге написал, какие правила нарушены. Архиерею прочитал. Так он это сам написал. На меня, говорит, да. Пусть приезжает, я вам сразу руку положу. Несколько мест писали и каноны только написал. То есть для него это такое диво. Я приехал, он говорит, три храма любой занимает. Я говорю, так я руку положу, я с первого дня вам подчиняться не буду. А как так? Я буду благовествовать везде, проповедовать. Ну, тогда деньги на, езжай домой. На твое место я найду. А то, что ты делаешь, ты никого не найдешь. Такая благовидная причина. Сегодня, чтобы православные ревновали. Не знаю. Евангелие от Луки. Восьмая глава, первый стих. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовестоя Царствие Божие. И с ним двенадцать. Христос, Спаситель, воплощение получил от Девы Марии. И он ходил, ходил по селам. Помните, у колодца сидел, благовествовал. Почему нам не подожать? Павел говорит, подожайте мне, как я Христу. Значит, ему можно на Павла смотреть и на Христа. Лука, 10 глава, первый стих. После сего избрал Господь и других семьдесят учеников. И послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Священник проходит, а не священник, а архиерей в Ташкенте. И товарищ говорит, проходит мимо него, остановился. Ты откуда такой-то? Священником хочешь быть? Не разговаривал, ничего нет. Уже священник. Ну я, говорит, пошел. Пошел, куда? Говорил, эй, нет, не мое. Мне сколько раз предлагали быть. Быть благовестником никто ни разу не предложил. Никогда. Хотел сказать, сегодня ночью поступило мне известие, в два часа ночи. Есть такая организация, православная, супер, спас называется. Там газеты, видимо, у них выходят. Специально готовят материалы. Подключили головного секта Дворкина против меня. Приготовить материал. То ли что-то разузнали, помолиться надо. Они ничего не имеют. У них ничего нету. Нету. Представьте, это задействованы люди, священники, можно архиереи. Они могут на архиерея напасть. Даже это было. Архиерей мне сказал, показал вот так. Вот так стучат. А сам улыбается, он держится. За митрополита Сергия молитесь. Он нам огромную пользу оказывает. Молитвами и тем, где он дает какую-то характеристику нам. Матфея 9, глава 38 стих. К тому, чтобы ходили, чтобы ноги берегли для этого. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Видите, там 12, по двое, по всему миру. Еще избрал Господь, дополняет. Массионерские отделы нельзя создать. Это 20 человек, и все кончилось. 70 разделилось, на сколько? По 35 новых точек. Где они будут? Я думал, раньше поехать на север, там есть. И близко знаком был с одним баптистом. И он говорит, у нас это такое же было. А почему у вас этого нету? Вас кто посылает туда? На что будете жить? Я говорю, никого нет. У нас мы сразу определили, кто будет, какой отсчет туда идет. Как присылать будут, то другое. И как две общины уже там образовали. Норильский, все. Магадан там есть. Они работают, они заботятся. Знаете, на суде Божьем Господь все-таки будет смотреть и на дела. Они не православные. Но когда считаешь и думаешь, Господи, ну когда же у нас это будет такое? А сегодня прям буквально голову срезает священникам. Что-то обречили, не так, как читать языки или 23 глава. Церковь называется какими словами? Это даже сказать нельзя. И его убьют пророка. И сегодня точно так же. Протодиакона всея в России сейчас и сам сняли и все с него. И мало того, отлучить от церкви. А ведь сколько можно еще было добра сделать? Беседовать кто-то беседовал. Да не слышно это даже. Угроза. А что делать? Молиться. У нас оружия никакого нет. Другого. Первое, параллель по минуту, 16.23. Параллель по минуту, означает добавочное, после книги Сарс, 16.23. Хоть и Господу вся земля благовествуйте, и за дня в день спасения его. Благовествуйте. В Ветхом Завете, когда вообще речи не было. Слово благая весь придет только в Новом Завете. Переводчики могли как-то по-другому? Нет. Притом, четыре духовные академии переводили. Не просто распространяйте закон Моисеев. Благовествуйте. Благовествие – это Евангелие. Это очень редкое слово в Ветхом Завете. И еще прочитаем. Восьмая глава Деяния, сороковой стих. Слово благовествие в Библии встречается сто семь раз. Для памяти просто. Значит, Бог хотя бы в три дня один раз посылает нас. И сто пятьдесят, двести двадцать девять раз про ноги упоминаются. В разных падежах вчера я все засклонял во множественном числе. Весь вечер там считал, сбивался, вот и зачеркивал. Двести двадцать три раза наши ноги упоминаются в Священном Писании. Как мы должны о них заботиться? О ногах своих. Только для одного, для боговестия. Женщины часто говорят, вот пальцы, там то другое. Я один вопрос задаю. Она там с площадку ходила? Ходила. Что ты спрашиваешь? На шпильках ходила? Ходила. Вот так-то она же стоит на этой, ну и разъехала все теперь. Ты благодари Бога. Еще не надо дальше отпаривать. Ты Богу говори, Господи, ты меня нашел. Слава тебе. Ну сколько можешь сейчас? Сегодня-то, видите, возможность такая вот по интернету сколько. Я уж напоминаю, у меня посещаемость на одном только канале, а их два у меня, 57 миллионов. 57 миллионов человек могут услышать голос. Ну и отзывы идут положительно. Но вчера чуть ли не две семьи, я уже седьмой год вас смотрю, и наконец осмелился выйти. Поговорили. И спрашивают, крещение неправильно, я понял. Другой подошел с Красноярска, один там с Хабаровска. Новые-новые люди. Если бы были здесь, то бы не столько людей было, но они в том месте. Но думает кое-кто приехать креститься. Направляю к священнику, а его того священника, он у нас был здесь, Егуменов. А они его долгают. Уже позвонили оттуда его секретарь или кто говорит, да не посылайте батюшку-то нашу уберут. То есть сами себя уничтожают. А нет бы сказать, такой ревнитель, такое слово у него. Он не просто, он талантливый писатель. В Союзе писателей состоит. У него настоящая община. Для православных это вообще, ну, отслужили, да и до свидания. Нет, когда бы я у него не был, там он обязательно стихарь наденет, перед народом выведет, я проповеди всегда там говорю. Вы знаете его, дорогой наш батюшка Кирилл. И к нему направлять полное погружение, его свои задают. Я уж тайна как-нибудь, будто бы не от меня. Мы находимся в непростых условиях, но и здесь надо работать. Деяние 16.10. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. В одном месте Павел предпринимает идти, город называет Ася, воспрепятствовал Дух Божий. Как? Не написано. Явление какое-то было. Во сне увидел. Он тогда, ну ладно, туда не поедем, давайте мы поедем до Хабаровска. Препятствие. А уснул, ночью является некий муж македоняне, ну видно, цыган это или кто, пооблищет там китайцы, глаза какие. И он сказал, приди к нам и помоги нам. Есть такое песнопение, которое говорит, всюду слышен македонский крик, дайте свет, дайте свет, люди гибнут без Христа, дайте свет. Страна Македония. И что? Во сне все видения были об одном. Идите благовествовать. У тебя православных, что икона чудотворная. Кровоточит, слезит, мироточит. Собрали комиссию специальную, там Иоанна Канонцев, Фавел Флоренский, это новый, который там большая комиссия, патриархия составила. Ну и взяли биологи, исследовали то, что в секунде стекает. И вывод-то какой, совершенно неожиданный, пишет комсомольская правда. Не дьяволы насмехаются над нами, а мы голову ломаем, вместо того, чтобы проповедовать. То есть, неопределенно, что и откуда. Не ищите чудес. Самое главное чудо на земле, это воскресение Иисуса Христа. И о нем Господь призывает нас возвещать, что он воскрес. Слава ему вовеки. Аминь. Аминь.